здравствуйте сегодня у нас в гостях татьяна макарова знаменитый регрессолог россии назову ее так спасибо будем рассматривать это как аванс аванс потому что у татьяны как ни странно вышло несколько книг и занимается регрессологией уже порядка 20 лет но я на самом деле занимаюсь не только регрессиями в прошлой жизни но занимаясь еще изучением аномальных явлений и вот получается так что вот эти два направления исследований они очень хорошо дополняют друг друга а регрессия мне стало интересно с 91 года вот видите даже помню сколько лет назад это было когда я впервые сама прикоснулась вот к этому чуду иначе не могу это назвать и потом только через какое-то время я начала сама заниматься этими техниками начинала работать с людьми и еще еще раз с каждым очередным человеком я убеждаюсь в том что это действительно не просто интересно это еще нужно для кого-то просто жизненно необходимо ну вот как то вот так татьяна ну а что привело вас собственно говоря к регрессии где-то отправная точка наверное судьба привела я по-другому не могу сказать потому что вот тот самый 91 год меня попросили быть самой ведомой клиентом человек который ну просто где-то услышал об этой технике человек сам по себе очень грамотный образованный он врач невропатолог но он решил попробовать и я увидела сама о себе достаточно много интересных вещей которых совершенно не ожидала по тому давнему времени и помните что тогда вообще как бы у нас не слишком публика была и искушена вот подобной информации и это как-то запала в душу и это очень долго помнилось пока вот не вывела на такую самостоятельную работу когда я уже могу кому-то помогать начало 90-х на самом деле она ознаменовано таким открытием информации всплеском я помню свои воспоминания я действительно что-то видел светящийся какой-то объект естественно кроме меня еще и увидели и никто толком ничего не мог сказать как вы считаете именно это вас подтолкнуло исследованию в область неведомого наверное нет потому что мне подобные темы были очень давно и задолго до этого интересны и более того надо быть честной к таким темам не просто к любопытству а вот именно к профессиональному изучению меня провели мои родители их сейчас уже нет но это люди которые действительно вот были наверное первыми которые и для меня вот эту дорогу открыли в том числе а уж как это с точки зрения судьбы выстраивалась вот именно такая последовательность событий именно такое столкновение судеб разных людей каждый из которых внес что-то свое вот это наверное мы сможем узнать только тогда когда уже покинем этот мир если говорить про регрессию то это регулярно происходит на сеансах вероятная информация что вы можете сказать на тему того насколько это реально или нет исходя из своего опыта насколько это существует первое что можно сказать это то что каждый практически каждый человек который сам лично проходит вот такой сеанс он воспринимает то что вспоминают как настолько живое настолько яркое насколько настолько реалистичное что порой вот текучка нашей обычной жизни кажется для него более серой и более блеклой а вот а те воспоминания которые у него проявляются в памяти причем надо сказать что я гипноз не использую то есть человек находится в состоянии ну скажем так легкого транса у него полностью работает сознание он полностью понимает где он кто он и что он и тем не менее вот эта яркость событий для него личностно настолько значима что даже если бы этих событий и не было для него как для личности они все равно существуют и кроме того стало понятно что у наверное большинства людей вот в результате таких проникновений вглубь их самих очень четко высвечивается такой вот скажем тренд личности то есть типаж личности и то как она себя проявляет эта личность в разных условиях вот это служит наверное еще одним подтверждением тому что события реальны те которые были в прошлом и кроме того еще очень интересно бывает когда человек вспоминает какую-то конкретику 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 которую можно проверить вот кто-то проверяет через запросы в архивы если смотреть более глубоко то там даже в некоторых случаях и архивов нет ну вот первое то что на память сейчас приходит я работала с моим коллегой а вспоминали его прошлое несколько веков назад он вспомнил себя причем совершенно неожиданно для себя самого он вспомнил себя человеком ну скажем так сборщиком знаний который был где-то в какой-то азиатской местности ходил и вот он вспомнил название того городка куда он пришел за очередным свитком он чуть-чуть сомневался это была либо бахрана либо в охрана так вот оказалось что это реально существующий культовый центр в афганистане он и сейчас существует и он действительно такой каким этот человек вспомнил его а он совершенно не интересовался ни восточными культурами ни азии и название бахрана это действительно так потом пришлось посмотреть словарях справочниках мы это нашли и вот так наверное вот по капелькам и показывается насколько реально те события которые вспоминают люди татьяна судя по вашему большому опыту собственно четверть века в этом занимаетесь а с каких методов регрессии вы начинали что вы сами изучали или вы изобрели все сами ну у меня есть такое нехорошее качество но в кавычках конечно я самоучка то есть я учусь у разных у каждого беру то что подходит мне и экспериментирую и добавляю то что может быть до сих пор не применялась но вот мне кажется более интересным и более полезным и поэтому вот сложился какой-то такой свой метод такой вот комплексный метод я не могу сказать что я последователь там какого-то определенного учения доллара с канон майкла ньютона нет у меня свое собственно с элементами разных технологий но еще вы знаете ведь здесь недостаточно овладеть какой-то одной техникой надеяться что она будет работать всегда здесь очень важно чтобы регрессолог настолько точно чувствовал клиента чтобы мог подобрать именно тот способ взаимодействия я не говорю воздействие это именно взаимодействие чтобы вот этот способ оказался полезным и применимым именно для конкретного человека с его конкретными особенностями с его конкретным личным опытом с его какими-то травмами которые волей-неволей вскрываются в ходе такой работы то есть это постоянный поиск не только со стороны человека который вспоминает себя но и со стороны того кто ведет и здесь каких-то повторов вот в принципе быть не может ну я догадываюсь что именно необходим тесный контакт именно душевное взаимодействие если я предположим вам не доверяют собственно говоря ничего дальше не произойдет это и моя задача сделать так чтобы вы не поверили и фактически не было пока ни одного человека который бы ушел неудовлетворенным супер татьяна а сколько вот за вашу карьеру можно сказать регрессолога исследователя да вы провели сеансов можете порядка сеансов я даже не считала если в человеках скажем так то это больше двухсот наверное это может быть не так много но дело в том что я работаю не группами а только индивидуально с человеком поэтому за вот последние годы это для меня это достаточно большая цифра вы упомянули о Долорес Кэннон как одном из исследователей собственно регрессии и понятное дело что-то из ее метода подчеркнули она же в свою очередь рассказывает о том что ее влекло к регрессии можно сказать внутренней страсти следователя это было очень любопытно как вы себя ощущаете мне тоже до того интересно и очень интересно в подробностях изучать вот те картины которые видит человек и особенно когда эти картины имеют либо какой-то смысл особый когда это не просто проживание а когда это для чего-то человеку нужны эти выводы которые он сделал прожив ту или иную жизнь и особенно интересно бывает когда удается найти те участки жизни когда человек жил не на земле не в привычных земных условиях вот для нас как для человечества мне кажется сейчас это наиболее важно потому что понимая это мы можем понять какие мы и пошире взглянуть и на себя самих и на ту природу в которой мы существуем но с точки зрения обыденного восприятия сама даже мысль единая что кто-то не человек живет среди нас она кажется шокирующий то есть сразу же хочется обороняться глядя на наши телевизионные экраны давайте так как вы пришли к этому выводу чтобы не одни татьяна ну во первых из тех историй которые рассказывали люди причем каждый из них никак не ожидал о себе увидеть вот то вспомнить то что он вспомнил как он был не то что не человеком а вообще даже существом которого на земле в принципе не существует какие цивилизационные особенности были у того сообщества в котором он некогда пребывал какие технические возможности были и причем это не та наша фантастика даже я уж про современную не говорю даже хорошая научная фантастика которая вот у нас родилась шестидесятые семидесятые годы прошлого века это таких образов таких технологий даже там нету то есть обычному сознанию человека взять вот эти образы были просто было просто негде и кроме того понимаете очень интересно бывает когда у человека просто в силу его биологии нет каких-то чувств возможности что-то почувствовать вот именно так он это чувствует в сеансе регрессии вот у меня был один очень интересный случай когда не клиент вспомнил себя в образе ну так назвали разумного кузнечика то есть существо чем-то похожее на хамелеона чем-то на человека чем-то еще на кого-то и у него была очень интересная особенность сознания когда он мог сознанием заглядывать какие-то очень маленькие части или наоборот в какие-то очень большие объемы причем он воспринимал себя в это время равным вот этим маленьким объемом и большим объемом мы люди такого не можем в принципе даже наши сенситивы а здесь как будто вот его организм дал ему возможность почувствовать это снова и снова и таких примеров можно привести очень много то есть получается что вот эта память человеческая она хранит вот все эти детали даже если тело вот нынешнее тело не дает возможности их сейчас воспроизводить хотя с другой стороны как-то дает воспроизводить вот в современном мире есть гипотеза что мозг является прямопередающей антенны собственно говоря он прямопередатчик используется как вы считаете это так можно так сказать наверное можно хотя с другой стороны вот нам как регрессологом не так уж важно что является приемником что передатчиком важно что вообще в принципе такой механизм приема передачи откуда-то извне или изнутри той который не соотносится вот с текущей жизнью что он есть он работает скажем так до сих пор нету еще точного понимания откуда рождается мысль или откуда наберется откуда берется нечто новое что до сих пор не существовало рассказываете о каких-то уникальных явлениях или вещах или восприятиях со слов ваших клиентов собственно говоря которые не существуют на земле можно ли информацию которую вы получаете в сеансах регрессии другими способами использовать ну для человечества собственно говоря благих целях я надеюсь вообще наверное можно но просто пока еще слишком мало такой информации чтобы ее можно было как-то систематизировать разложить по полочкам и потом системно использовать потому что исследования как таковые только начались ведь вот эти несколько десятков лет как регрессионный поиск начал развиваться именно как технология она ничто в истории человечества это сотые тысячные доли процента от всего цивилизационного развития поэтому наверно вот такую тему перед собой ставить нужно как эти знания использовать но какие-то практические результаты что касается вообще цивилизации мы наверное получим чуть попозже ну по крайней мере мне так кажется у каждого мы 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 Субтитры сделал DimaTorzok